Могилевские транспортники измазнили працу с подлетками, а пошний выпадок на Чигунке Ледвин изробил поездку на технике Могилев-Пыхов, небеспешный для здоровья пассажиров. Два вагоны у литеральном сенте обстреляли каменями. Повредили стекла, забросав его камнями. Незамедлительно было направлено на место происшествия следственная оперативная группа Могилевского отдела внутреннего транспорта, которая установила и задержала троих подростков 13-14 лет, учащихся одной из школ города Могилева, которые с детской шалости, находясь без железнодорожных путей, увидев приближающийся поезд, стали бросать в него камни. К радости, что никто не пострадал, так как в вагонах по два стекла и были повреждены только внешние стекла, второе стекло осталось целым. Увы, нику подлетков затримали. Пошкодили два шкла. В окна хоть и не разбили, а лишь шкоду принесли. Двух хлопцев, які досягнули 14-ти годов, чекаются администрационные протоколы. За 13-ти годового школьника откажут баськи. Административное законодательство предусматривает ответственность за мелкое хулиганство и за повреждение имущества с 14-летнего возраста. Такое будет направлено в комиссию по делам несовершеннолетних, которая будет принимать решение о наказании родителей несовершеннолетних. Естественное, санкции, штраф на родителей. Естественное, возвращение ущерба, причиненного железной дороге в результате данного происшествия. Такие ситуации, кажуть правооховники, отбываются, что год самый складанный период летняя школьная вакация. Часов подлетков шмат, без пригод, часто сумна. Профилактичная речь кожный раз необходима в школах с батьками и детьми. Школу затриманных подлетков наведуються саблева. Этот случай, на жаль, самый обычный для милиционеров. Подобный кошмар. Но сейчас это худший приклад для подлетков и нагода для батьков. Родителям надо смотреть, контролировать своих детей, где они находятся, где они гуляют, проводить с ними беседы. Сотрудники милиции также проводят беседы, выступают в школах перед учащимися, которые проживают в близких железнодорожных путей с целью недопущения гибели, травматизма и подобных случаев. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!